Всем привет дорогие друзья! Сегодня в этом видео я покажу две полезные, просто гениальные функции, которые есть на смартфонах Xiaomi. И если вы не знали про эти фишки, если вы про них забыли или давно не пользовались, то пожалуйста поддержите это видео своим мощным лайком, потому что эти функции действительно заслуживают уважения и отдельного внимания. Они очень полезны. После просмотра этого видео вы сами это поймете и по достоинству их оцените. Что ж дорогие друзья, давайте начинать. И первая функция будет посвящена ютубу, то есть можно будет просматривать видео на ютуб официальным способом без единой рекламы. Но есть небольшой нюанс, о котором я вам сейчас все это расскажу. Итак, заходим в стандартное приложение музыка. И вот пожалуйста обратите внимание, в правом нижнем углу есть такой пункт как ютуб и ярлычок ютуба. Далее мы заходим вот сюда, нас перекидывать на ютуб, но как бы через другой источник. Самое главное условие, чтобы вы не заходили в свой аккаунт. Если вы в него зайдете, то появится реклама. Ну а так, вот вы в поисковике можете вбивать, искать любое видео, просматривать. Давайте к примеру, я включу вот, ну например, этот клип. Здесь рекламы никакой не будет, но к сожалению, тут нельзя оставлять комментарии, нельзя оставлять лайки. Тут эта информация вообще недоступна. Допустим, еще следующее видео, чтобы понимали, что здесь рекламы действительно нету. Вот какое-то кино. И кстати, очень важно тоже, вы можете просматривать ютуб в фоновом режиме. Какая-то музыка, смотрите, вкладочка, видите, появилась. Вот ярлык. Оп, все. В фоновом режиме работает ютуб. Это очень большое преимущество. То есть, эта функция вам позволяет смотреть ютуб без рекламы и в фоновом режиме. Недостаток является в том, что нету тут аккаунта. Вот и все, в общем-то. Давайте теперь переходить ко второй функции, которая не менее полезна. Заходим в настройки. Спускаемся чуть-чуть ниже. Расширенные настройки ниже. Специальные возможности. Зрение ниже. И пункт есть увеличение. Эта фишка будет особенно актуальна для тех, у кого со зрением немножечко плоховато. То есть, вы можете приблизить любой участок экрана в три раза. Давайте я продемонстрирую, как это работает. Нажимаем. Увеличение по тройному нажатию. Это более удобный способ. Заходим, ставим галочку. Все. И любой участок. На любом сайте, в любом приложении, где бы вы ни были, если вы хотите увеличить этот участок в три раза, то вы это без проблем делаете. Допустим, раз, два, три. Оп. Видите, этот участок увеличился. Микрофон вот. Я могу его еще больше сделать. Могу его увеличить прям до гигантских размеров, так сказать. Раз, два, три. Все. Мы отсюда выходим. Любые настройки, картинки, какие-то сайты, где маленький шрифт присутствует. Любой участок, абсолютно любой. Вы берете раз, два, три. Оп. И можете уже прочитать более подробно этот идентификатор, если вам тяжело его видно без увеличения. Раз, два, три. И вышли отсюда. Вот такая классная фишка. Если она вам надоедает или вам вообще не актуальна, вы там молодой человек, все хорошо видите со зрением. У вас прям все на 100%. То берете и отключаете эту функцию. Но я уверен, что для большинства из вас, вашим родным, родственникам, друзьям, она может понадобиться. Если вы знаете таких своих друзей, то расскажите им про эту функцию, чтобы они ею пользовались и были довольны. И смогли использовать свой смартфон, шрифты, маленькие и большие, по максимальным возможностям. Ребят, вот такое получилось видео. Надеюсь, что эти две функции вам понравились, так же, как и мне, которые есть только лишь на Xiaomi. Пользуйтесь этими фишками, поддержите видео лайком, оставляйте свои добрые комментарии. Всем желаю успехов, удачи, ребят. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok